Микс Ньюс Гостья сегодня у нас в утре. Это организатор фестиваля общения «Лампа» Ирина Кузнецова. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Фестиваль «Лампа», да, я думаю, что есть еще те, кто не знает, может быть, и не проследил, и не в курсе. Это фестиваль, который ежегодно проходит в Цессисе, вот в парке замечательном, рядом с замком Цессисским. И фестиваль – это фестиваль общения, фестиваль дискуссий, в котором принимают участие, что называется, от мала до велика. От президентов, министров и разных высокопоставленных деятелей до простых людей. Все общаются и приходят к каким-то истинам. Но этот год, мы уже не удивляемся, он вообще не похож ни на один год и во всех сферах. Это проявляется, и вот и фестиваль «Лампа», он, во-первых, проходит позже, он обычно летний, августовский, если я не ошибаюсь. Июльский-июльский. Даже июльский, да-да-да. А в этом году сентябрь. Ну, хочется сказать, слава богу, что он вообще сможет пройти, и мы надеемся, что все пройдет в порядке. Но заявлено 2-5 сентября. Он стал позже, но он стал, скажем так, дольше, продолжительнее. Так и есть. У нас 4 дня, и со 2 по 5, получается, со среды по субботу, мы поняли. Потому что, ну, невозможно такой объем мероприятий, которые были годны в фестивале, как бы уместить, упаковать в эти 2 дня. Поэтому у нас было 4. И, как Андрей, вы сказали, это действительно было бы грустно, если бы фестиваль не произошел. Потому что даже в тот момент в марте, когда мы решали, вот что делать, мы поняли, что Лампани не может молчать. Потому что все-таки нам надо найти способ, как встретиться, всевозможные форматы. Поэтому у нас будет, как и прямой эфир, и дигитально абсолютно все мероприятия. Можно и, как и прямой эфир, и потом запись смотреть. У нас будут студии Цесис, Рига, в Риге у нас будет 3, и Резекне. Так что у нас в студии, мы приглашаем тоже посещать студии, конечно, соответственно, со всеми ограничениями педиологическими и требованиями. Ну, и еще одно интересное движение, которое мы придумали, это места совместного просмотра. Мы приглашаем кафе, библиотеки, дома культуры, рестораны, дворы, частные дома, открыть свои двери, организовать коллективный просмотр, опять же, в узком круге, и потом просто обсуждать, общаться, знакомиться, встречаться. Так что мы как-то находим выход, чтобы сохранить и живое общение, и содержание, потому что действительно в этом году будет больше 200 мероприятий и самые разные темы. Да, о мероприятиях, о темах МБКМ я посмотрел, какие там темы. Кстати, это уже полный список или они продолжают дополняться? Практически полный. Что-то дополнится, но где-то 90 с чем-то процентов, в принципе, уже можно ознакомиться. Но вы, если еще к темам мы подберемся, вы все-таки тоже как бы решили онлайн просторы изучить в этом году. Ну, понятно, что выхода особо другого нету, но будет во многом лампа необычна тем, что она будет в виртуальном пространстве. Ну, конечно, конечно, потому что мы всегда выделяем все это живое общение, и даже когда мы составили фестиваль в 2015 году, для нас это было очень важно, потому что живое общение, люди по-другому общаются. Когда ты говоришь с глазу на глаз или просто в присутствии человека, ты как-то открываешься, ты больше слушаешь. И поэтому живое общение – это лето, это фестиваль, ты познаешь мир других, себя, узнаешь гораздо больше вот эти два дня, которые люди проводят. Конечно, есть безумное ограничение, когда онлайн. Мы всегда думаем, а как будет интеракция? Это будут вопросы или это будет возможность дискуссии? Как мы все это проведем? Конечно, все это в процессе, поэтому мы работаем, не покладая рук, не сказала бы днями и ночами, но действительно очень интенсивно, чтобы действительно найти способ, как провести именно онлайн, именно живое общение. Ну да, мы в нашей студии тоже хорошо в этом убедились, потому что мы проводили много на этом экране, которые за вами были люди, и ты понимаешь, что при этом общении пропадает вот эта необходимость, именно та суть разговора, когда два человека говорят почти одновременно. Ну то есть я имею в виду, что такое общение подразумевает очень строгий диалог, вопрос и ответ. А все-таки разговор в широком смысле, он строится не только из строгого вопроса-ответа, он строится из каких-то эмоций, может быть даже перекрикивания, в таком хорошем смысле слова. Поэтому да, но что касается онлайна, то есть это будет какая-то отдельная платформа, это будет сайт, смогут ли все подключиться, или нужно будет в очереди стоять и ждать, потому что там, я не знаю, не смогут все поучаствовать в дискуссии, вдруг это будет 100 человек раз. Не, ну мы надеемся, что будет много людей, конечно же, онлайн, и да, все пройдет онлайн, и опять же бесплатно, потому что очень многие до сих пор спрашивают, где купить билет на фестивале. Вы привыкли, что фестивали платные? Ну да, вот мы стараемся, работаем со спонсорами, чтобы действительно фестиваль всегда оставался и был бесплатным, поэтому мы называем его фестиваль демократии, это для каждого, для любого из нас. А место встречи в этом году будет наша домашняя страничка festivalslampa.lv, и там, в принципе, будут собраны в одном месте все мероприятия. Конечно, лампа, может быть, не все слышали или знают, что лампа создается коллективно. Мы, как организаторы, это один из, у нас, по-моему, в этом году больше 200 организаторов по госуправлению, там, не знаю, госканцелярии, до общества скептиков и общества фармацевтов. Поэтому и даже у нас есть салоспилсилтумс, которые теплослужащие организаторы. Поэтому это у нас и предприятия, и активисты. И это получается, что они будут транслировать мероприятия на своих каналах, в социальных сетях, но действительно, чтобы узнать всю программу, посмотреть, не ждать в очереди, потому что онлайн просто включаешь, и смотришь, и участвуешь. Вот что касается общества скептиков, я ни в коем случае не хочу выступать как скептик, но у нас так часто бывает в стране, что с электронными платформами бывают проблемы, мягко говоря, да, вот часто. И если это речь идет о каких-то государственных там программах или еще о чем-то, вы как-то вот учитываете? Понимаете, что ваш сайт зайдут намного больше людей, чем они заходят в другие дни? Да, мы, конечно, у нас же, мы продумываем все риски, риски всевозможные, в частности, дилектально, а что делать, что у нас здесь домашняя страничка зависит, а что делать, если у нас будет какая-нибудь кибератака, как мы делаем, какие выходы, какие у нас бэкапы, сервера и так далее. Но LMT, как правило, помогает. У нас помогают два партнера, LMT с травмой, которые у нас, благодаря им, часть мероприятий тоже будут выходить в прямой эфир, и второй партнер – это LA Latvia, они тоже помогают через свои сервера, чтобы действительно прямой эфир дошел до всех нас в очень хорошем качестве, поэтому мы очень надеемся, что у нас два партнера, а они, конечно, работают с другими своими партнерами, что все будет нормально, мы об этом заботимся, мы думаем, мы знаем, что будет гораздо больше, чем мы планируем, потому что один раз было на фестивале, когда мы не ожидали, я не помню, это был второй, третий год, что будет столько много народа, и столько много все будут смотреть программу тоже на телефоне, и у нас, конечно, какой-то момент сервер немножко на крысе не выдержал, не все могли достучаться до нашей странички, если мы так можем выразиться. Так что у нас есть опыт, даже не хотели. Но вот все-таки до конца я не понял, этот формат подразумевает трансляцию, скажем так, или общение с обеих сторон, как это происходит в Зуме, например, сейчас вот у нас и госаппарат наш активно использовал, или это будет в порядке, я не знаю, лекций с одной стороны? Ну, это будут разные форматы. Смогут ли зрители принимать участие? Можно будет принимать участие, а просто у каждого мероприятия свой формат. Я не могу говорить, что у нас какой-то единый формат, потому что какое-то мероприятие будет такое, как называемое, мастерская или практикум. Вот в Цессисе будет репер-кафе, который будет показывать, как своими руками исправить неполадки, начиная от лампы, заканчивая, не знаю, каким-то техническим прибором. Это чисто такой практик, может быть, ощущение будет через Фейсбук или другие каналы, потому что у каждого мероприятия свой канал общения, где у нас написано именно, что делать. Это Zoom, тогда подключайтесь так-то, так-то. Или это прямой эфир, но вы можете задать вопросы посредством, не знаю, послать на телефон, на WhatsApp или использовать Фейсбук. В принципе, просто надо почитать действительно описание и посмотреть, как можно участвовать в дискуссии в общении с Zoom. Так что, да, возможности будут, может, где-то действительно это будет больше как лекция или как перформанс, потому что у нас будет одно из культурных мероприятий, это фестиваль Сун Суси, который у нас на фестивале организовывает бату пианистов. Поэтому тут уже нет общения, тут больше такой интересный перформанс, который как и для посетителей Цессиси, так и для всех остальных фильмов. А оффлайн тогда давайте про это поговорим. Вы сказали, что будет, помимо этого, мы привыкли, что это Цессис, ну, в Риге тоже вы делали эти разогревы, так называемые разогревочные мероприятия. В этом году будет еще Резикна. А что в Резикна будет? В Резикна у нас будет 5 или 6 мероприятий. На темы, у нас 2 темы будут именно о региональных СМИ. Одна именно о региональных СМИ для латышкой, язычной аудитории. И одна, легко ли содержать русскоязычные СМИ, особенно в регионах. То есть, тему СМИ будет раскрывать Резикна в этом году. Да, вот как-то. И самое интересное, это содержание в Резикне, вся программа создавалась местными организациями. То бишь, мы предложили Резикчанам, не хотели бы вы совместно с нами сделать студию в Резикне. У нас была довольно-таки позитивная реакция. Поэтому у нас 5-6 мероприятий. И следующее у нас будет, если память не изменяет. Так, я, наверное, уже... Ну вот, вылетела из головы. А в Риге что будет, опять же, которая не так традиционна для лампы? В Риге. У меня просто когда... Я даже имею в виду не по содержанию, понятно, что конкретику там сейчас есть двухсот. Я имею в виду, что это будут студии в таком формате. Но это будет студия. Если у нас в Резикне будет концертный зал Горс, то в Риге у нас будет кинотеатр Splend Palace, национальная библиотека и пространство зеленая зона около Светбанка. Потому что Светбанк у нас всегда партнер по образованию. И там все образование, тема долгосрочного развития. Поэтому те, кто интересует действительно школе, особенно образование, это надо туда идти. Если действительно хотите не онлайн, а оффлайн ощутить и саму атмосферу фестиваля, ну и поучаствовать в дискуссиях. Темы, насколько я помню, в 2019 году вы заявляли тему смелость. В прошлом, да? В позапрошлом, если не шуя, тема была доверие. Наоборот, начало доверие, потом была смелость. А, мне кажется, что наоборот. А в этом году я так понял, что вы вместе написали тему. Это, конечно, символично в условиях пандемии, хотя заявлено она была не во время пандемии. Да, это очень интересно, потому что мы всегда собираемся коллективно или в сессии, в большинстве целый день проводим, планируя фестиваль следующего года. И вот мы как-то все пришли к заключению вместе. Вот это то, что мы хотим именно строить фестиваль в следующем году, потому что мы хотели сказать, что вместе все-таки можно сделать больше примера этому фестивалю. Потому что фестиваль мы не организуем все эти мероприятия, а мы все это делаем вместе. Госуправление, частный сектор, общественные организации, даже просто активные жители Латвии, скажем так. Поэтому для вместе у нас это очень символично. Это раскрывает даже сам фестиваль, его сущность. И вот пандемия, и в принципе вместе везде, и все об этом говорят, только вместе мы уже передали. Вместе по раздельности, как у нас говорили. Да, тоже есть такое. Ну вот. Так что вместе в этом году у нас такое символичное получилось. И мы, кстати, вместе будем создавать голос лампы, потому что мы поняли, что лампы никогда не было такого аудио-джингла. Мы всегда как-то не придавали этому значения. В этом году мы поняли, что мы хотим создать коллективно голос лампы. И вот у нас замечательным партнером мы придумали идеи, когда будет записываться общение в течение целого дня, миксоваться, и в конце каждого дня у нас будет какое-то такое звучание лампы. И вот за 4 дня наши звуковые дизайнеры соберут вот этот вот голос лампы за 4 дня, наложат и создут какой-то, я очень надеюсь, шедевр, какой-то такой звук, который будет очень характерной лампой, когда в следующий раз вы придёте на лампу, или вы будете смотреть прямой эфир, вы сразу же заметите, а, лампа начинается. Это как у нас, у вас на радиобалконе тоже сундучане, поэтому тоже мы создаём вместе, каждый может своим голосом перемести что-то. О фестивале лампа мы говорим сегодня на нашей радиостанции с организатором этого фестиваля Ириной Кузнецовой. В прошлом году лампу пустили рекордное количество людей, около 20 тысяч человек, и количество каждый год конкурировало с предыдущим годом, оно возрастало. В этом году, я так понимаю, тут сложно что-то прогнозировать. Это очень хороший вопрос. Мы, конечно, у нас есть такие критерии, что мы скажем, да, у нас получилось, мы хорошо поработали, но здесь только много факторов, что это у нас такой режим, как бы мы соли-тестирование, мы не знаем, как пойдёт. Это для нас, в принципе, это как первый год. В 2015 году, когда мы создавали фестиваль, мы надеялись, что будет 2 тысячи человек придёт, пришёл больше, 3,5, и мы не знали, как всё пойдёт. Мы даже никогда не организовывали фестиваль до этого. И у нас получилось. И мы сейчас ощущаем себя, как первокурсники или первоклассники, и посмотрим, как у нас всё это пройдёт, потому что у нас места совместных просмотров, и студии, и прямой эфир, и разные города. Это, конечно, безумно интересно, потому что что-то новое, и мы сами многому учимся, потому что мы не знаем, как будет в следующем году, что нас ожидает. Мне кажется, даже у нас никто, и главные эпидеологи не могут пересказать, как события будут развиваться. Да, никто в мире, пожалуй, не может точно сказать. Ну да, поэтому мы решили, действительно, лампа не должна пройти в любом формате, даже при сохранении элементов живого общения. Ну да, поэтому мы готовимся к любым сценариям в следующем году. А технически где-то промелькнула, может быть, Ева, ещё один организатор фестиваля, говорила, что в шестой раз должна лампа пройти в этом году. Да, в шестой она идет. А, ну если в пятнадцатом была первой? Не, ну это так и есть, если посчитать. А, если в пятнадцатом, да, 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 видимо, я, видите, с утра. Это с утра, у меня с математикой плохо, видимо, да. Нет, такой трюк, кажется, ну как, вроде пять лет. Вроде пять лет же, да, да, да. Нет, это шестая лампа. Да. А вот говорили мы про разогрев, да, вы устраивали в Зепниканте, я помню, один год был, тоже замечательно, на фоне многоэтажек советских и всё такое. Участвовал какие-то вебинары с вашим, в том числе, каким-то, как сказать, патронажем. Да. Устраивал вот вебинары, разговоры о демократии, манипуляциях и так далее. А что-то ещё в качестве подготовки вообще будет в этом году? Или вы решили уже сосредоточиться непосредственно на самом фестивале в сентябре? Ну, такой подготовки не будет, потому что... Подогрева. Подогрева. Сейчас уже у нас 11 августа и фестиваль 5 сентября. По сути, мы уже вышли на финишную прямую в подготовке, потому что кто знает, как организовывать большие мероприятия, понимает, что ну всё, мы уже на финише. И мы всё своё внимание уделяем только фестивале. Но то, что вы упомянули, когда артисты свец и нашего философа, это у нас такой параллельный проект в фестивале, называется «Школа общения Лампа». Раньше это было в основном оффлайн, конечно, а сейчас с марта месяца должны были, конечно, провести всё это в зуме. И это такая цикл семинаров, лекции для того, чтобы... Ну, всё о общении, живом общении, как выступать публично, как выслушивать, как общаться. И в частности, так как фестиваль «Общения Лампа» и фестиваль «Демократия», мы вот в мае, потому что была неделя «Демократия», мы хотели организовать что-то интересное. Вот пригласили артисты свец, который действительно говорил о манипуляции, коммуникации, демократии и так далее. Вот так что, опять же, всё бесплатно. У нас есть и на латвическом, и на русском языке. На русском языке у нас была именно Мария Шумихина, которая у вас тоже была гостем. О именно психологии в семье, как выживать в семье во время карантина. Было очень интересный у нас семинар, потому что мы все сидели дома, мы все были в одном пространстве, кто-то в узком, кто-то, может быть, и в своём доме, но всё равно не все привыкли быть всегда всё вместе. Поэтому, в принципе, одна из целей действительно фестиваля это способствовать развитию культурного общения на разных уровнях, и на высоком, и семейном, и на работе, чтобы мы действительно общались. Но сейчас до фестиваля уже таких лекций, как вы видите, сайт-проект у вас уже не будет. У нас обычно школа общения проходит с сентября или с октября по май-юнь месяц. Ну, зависит от... Академический год практически. Да, получается, у нас два семестра, поэтому у нас такая, как бы мы назвали этот проект, школа, которую мы, конечно, продолжим и осенью, и, надеюсь, тоже весной. Ирина Кузнецова, организатор фестиваля «Лампа». У нас сегодня в гостях. Нам можно написать в WhatsApp 2306191 или позвонить 67212939. Если вас интересует фестиваль «Лампа», есть вопросы или комментарии, то пожалуйста. Давайте о заявках, наверное, поговорим. Вот я, конечно, очень банально и узко подошел, и когда открыл темы, вот этот нескончаемый список тем, я думал, что там будет сплошная пандемия, честно говоря, потому что что еще может занимать вообще ум человека ум человека в 2020 году. К моему удивлению, ковида там совсем немного на самом деле. Сказала коллега, 8 мероприятий, только именно конкретное. Да, да, остальные касаются каких-то совсем других тем. Ну, давайте, о заявках программы. Сколько тогда получается всего тем? Ну, тем, скажем, тема, может быть, меньше тем, но всего мероприятий 230, если я не ошибаюсь, плюс-минус. И, в частности, у нас есть, будет поход, ночной поход подсаживающий свои окрестностям. Это, наверное, единственное мероприятие, которое не будет в эфире. О, это будет оффлайн, то есть? Да, это будет оффлайн, но это же поход. Был замечательный, прошу прощения, был замечательный формат, вспомнил с таким, с английской точки зрения неприличной формулировкой «Fuck up nights», да, вы тоже его практиковали, когда люди, он должен был ночной, по-моему, или вечерний, когда люди рассказывали о своих каких-то фейлах жизненных. И это, в принципе, распространенно, это не только лампа, это такое международное движение людей, которые рассказывают с уклоном в бизнес, зачастую, как у них случились неудачи в бизнесе, они делятся таким образом опытом, это такой клуб анонимных бизнес-фейлеров. Да, это важно, потому что у нас культура, что если ты где-то допустил ошибку, тебя начинает гнобить, на самом деле на ошибках мы учимся, ошибки нам помогают действительно становиться лучше, умнее, набираться опыта, а как мы наберемся опыта. Поэтому вот такой пока пайд, очень хороший формат, у нас, кстати, такой немножко другой формат, но по той же теме, именно смелость делать ошибки будет в Резикной, где будет организовывать и Резикновское самоуправление, ГОРС, концертный зал, и, по-моему, ЛИА, местный офис. Так что госуправление мне очень нравится, и совместно с концертной, ой, ну, самоуправление с концертной залом, организует что-то подобное. Я думаю, жителям будет очень интересно, чтобы представители государства поучаствовали в таком формате, рассказали о своих ошибках и признали их. Ну, вы знаете, у нас тоже будет и формат, может быть, это не на ошибке, но вот в этом году в программе есть так называемый политический зеленый гриль. Зеленый гриль, это означает, что я даже не помню, кто организатор, но будет прожаривать политиков о сделанном и не сделанном по вопросам защиты окружающей среды и всех зеленых тем. Поэтому там тоже... То есть вы говорите про то, что является кульминацией обычно всего? Нет, это другое. Это не та прожарка. Это не та прожарка. Это такая легкая. Там действительно будет задаться вопрос, а вот вы там не сделали, а вот вы там обещали. Политическая прожарка на улице... Ну, некоторые политики даже не нацелены на какую-то экологическую повестку на самом деле. Ну, сейчас она... Это либерального толка, наверное, а если брать консерваторов, то они никогда особо и не считали это своим. Ну, вот посмотрим. Я даже не знаю, кто будет участвовать, поэтому мне само это довольно-таки интересно. Это тоже какой-то формат. Вроде это не как политическая прожарка, которую мы организовываем, но что-то может быть такое слипает. А что будет с прожаркой? Я думаю, что это очень многих интересует, потому что это, будем откровенны, это самое привлекающее внимание мероприятие. Ну, хорошо, может быть, не самое, но это очень привлекающее внимание. это как коммунация. Да, что в этом году, как это все будет выглядеть? Ну, это пойдет в ЦЕСИСе, в концертном зале ЦЕСИСе, но действительно это будет... В концертном зале это будет помещение? но это будет только онлайн, это будет только прямой эфир, потому что мы понимаем, что желающих будет очень много, и мы, к сожалению, как бы мы не хотели, мы бы очень хотели, конечно, опять же, собраться все вместе, это не будет возможно, поэтому это пройдет все в прямом эфире. У нас, опять же, будет 4 политика, у нас будет 4... Уже известно кто это? Да, но мы имена сообщим только 31 августа, так что придется немного подождать, но вы уже зарезервируете вечер 5 сентября, и семью память не изменяет, это будет в 9 или в 10 часов вечера, и у нас будет тот же состав с одним изменением, у нас к команде пересоединится новый, ну, как это называется, который занимается, прожарка в комик. Ну, резидент назовем его. Ну да, резидент, ну да, резидент, но он не резидент, но он вообще актер, я не скромность, может быть, кому-то известно, так что у нас будут дополнения в команду, а так состав практически тот же самый. А вот то, что ваш фестиваль пройдет сразу после выборов Рижской думы, даже с точки зрения той же прожарки, ну и фестиваль «Лампа» много политические темы затрагивает, это вам на руку, что вы сможете эти темы тоже затронуть, или наоборот, было бы лучше даже до, чтобы прожарить, собственно, кандидатов, и повлиять, может быть, каким-то образом даже на... решения. Мы, кстати, как-то не задумывались, мне кажется, очень хорошо, что фестиваль проходит после, потому что, если до, это очень трудно, у нас же участвует много политиков, и, может быть, кто-нибудь сказал, а, вы там помогаете, публичность тому политику, или тому, почему вы того пригласили перед выборами, а не этому, и поэтому, с одной стороны, очень хорошо, что мы именно прожарку делаем, и сам фестиваль проходит после выборов, по крайней мере, может быть, мы, или же, а не остынем, выберем, кого посчитаем нужным, и потом уже будем... Обсуждать. Обсуждать все это на фестивале. Ну, странно спрашивать, я говорю, какие-то топы вас составляют, но все же хотелось бы спросить, потому что 200 – это очень много, и едва ли, представляется, возможно посетить все 200, естественно. Какие вы выделили бы в этом году темы и дискуссии? Есть всегда такие очень яркие, может быть, провокационные, мне кажется, Лампа славится, и какими-то провокационными дискуссиями, ни в коем случае не агрессивными, но такими, поднимающими неудобные вопросы, и это привлекает внимание. Вы для себя уже выделили какой-то вот... Там столько много, я, кстати, вчера... Ну, приведу три хотя бы примеры, или один, или четыре. Я просто приведу примеры, потому что Лампа, все думают, что там такой политический контент, абсолютно это не так, это неправда. Лампа, очень много тем таких житейских, к примеру, как говорить со своим подростком. Это очень важная тема. Да, в этом году, кстати, много посвящено семье, детям. Именно, семье, эмоциональное здоровье. Потом, как заботиться о своем зрении, если мы берем такие какие-то практические темы. Что такое микробиомы, это все наши микробы в желудке, которые помогают нашему организму. По сути, Лампа, это действительно такая кладезь знаний, даже если вы не хотите общаться, вы интроверты, вы хотите только дома посидеть и посмотреть, это действительно много чего можно узнать. Есть темы, конечно, политические, политическая нация в Латвии, и русскоязычная община. У нас даже будут внешнеполитические темы, отношения Латвии, России. Да, вам приедет известный политолог. Ну, не приедет, я думаю. А, то есть не приедет, а поучаствовать, простите. Он будет поучаствовать. Я уже просто по привычке это говорю. Фёдор Укьянов. Фёдор Укьянов, да. Он был гостем в нашей студии тоже однажды. Ну вот, так что даже темы будут такие профессиональные. Я уже поминала, это теплоснабжение, что это такое. Или что скрывается за белым хроматом, когда вы входите в аптеку, фармацевт, кто он, какими знаниями обладает, что можно спросить. Репрессивная психиатрия будет обсуждаться. Мне интересовала эта тема. Так же. И темы настолько они богатые, у нас будет и отюдно. Самоубийство, суицид. Причём два будет. Будет дискуссия о том, почему мы вместо того, чтобы обратиться к профессионалам или к врачам, мы читаем информацию в форумах, звоним знакомым, коллегам, читаем в соцсетях. Почему мы не доверяем врачам? По сути, это будут даже две темы об этом. Правовое государство или Верховное Стоводоконное, которое мне очень радует, что у нас второй год подряд организует мероприятие Верховный суд, и это будет их тема, где будут участвовать и президенты, и премьеры, и сам глава Верховного суда. По сути, я рада, что наши суды открывают сообщество, и вообще госуправление будет очень широко представлено. И такое ожидается, Эггл Левиц и даже Вайровик Фрейберга. Да, Эггл Левиц и Вайровик Фрейберга будут в отдельной беседе. Это все онлайн? Речь идет об онлайне? Эта беседа, я думаю, она пройдет в одной из наших студий, если не ошибаюсь. Так как сейчас так очень интересно, раньше, если мы привыкли, что все на фестивале, и ты не задумываешь, где какие студии, когда смотришь, читаешь программу, а сейчас, конечно, надо следить за этими, поэтому даже у меня не всегда сохранен файл. Легко было договориться с такими людьми, как президент, экс-президент? Ну как, это просто надо написать, позвонить, договориться. Просто технически, да, все это? Это не то же технически, конечно, мы вот предлагаем, вот у нас есть такая идея, мы сотрудничаем с президентской канцелярией, они предлагают, а вот мы хотим бы так, а вот. И, соответственно, это какой-то такой, мы нашли тему, которая интересна и нам, как и организаторам, потому что мы именно конкретно, где будут в Аэро Виттифайгаги выславиваться организаторы, вот и президентской канцелярии, мы нашли тему, и довольно-таки интересно, именно о ценностях, о демократии, о будущем. Но у нас тоже интересный формат, который мы опробовали мероприятие в прошлом году, это политическая диско, где в качестве диджеев выступают политики. В этом году вы должны Лузовин Келла позвать. Ну, она уже выступила. Она стала главным диджеем в нашей стране. Она уже выступила, поэтому мы дадим возможность другим политикам, опять же, имена мы озвучим 31 августа. Действительно, будет очень интересно. И я, когда узнала имена, я думаю, ох, это будет что-то оригинальное, потому что никто, даже, слушатели, наверное, не догадываются, кто у нас будет первой парой, потому что обычный формат, опять же, это пройдет онлайн, ну, что поделать. Увы, увы, это не будет той танцующей, скажем так, толпы, людей на площади, и когда будет политики зажигать, потому что формат у нас батл, действительно, одна песня против другой, и это на определенную тему. Поставьте свой хит школьных годов, и это очень интересно посмотреть людей разных возрастов, потому что, действительно, разные поколения, разные песни. В прошлом году был из Кэтмен Джон, и песни 50-60-х, это просто что-то очень-очень интересно. Я ни в коем случае не свожу фестиваль «Лампы» исключительно к политическим дискуссиям, да, и вот к чему-то остренькому, но даже по личному опыту я видел в предыдущие годы, что не наибольший, но больше интерес вызывали такие форматы, как была вот эта политическая викторина, когда нужно было ответить на, указать, кто из политиков сказал то или иное заявление, сделал. Все это очень живо обсуждалось, там Ивар, я вспомню тогда еще политолог, не депутат Европарламента, принимали участие. В прошлом году было обсуждение так называемого нового национализма, тоже очень ярко. Мы даже продолжили в нашей студии, потом двух участников этой дискуссии приглашали. Что-то такое более провокационное, более такое животрепещущее в этом году. Животрепещущее. Ожидается? Это вопрос на миллион. Я никогда не думала, что именно новым национализмом и таким животрепещущим соберет столько много народа. Поэтому... Ну, по-моему, это то, что просто у людей болит как-то и это то, что вызывает определенные комплексы в обществе. Поэтому, наверное, это и вызывает интерес. Потому что мало об этом действительно говорится. Но это я уже ударился в легкую аналитику. Да. Я, наверное... Не приходишь. Я, наверное, провалюсь полностью. Тогда призываем всех обратиться к программе. Потому что там, в принципе, есть. Я просто хотел... Я видел, что там есть обсуждение какого-то там русского вопроса так называемого. Русский вопрос у нас всегда есть. Даже в этом году, кстати, на русском языке мне показалось больше контента, если так можно сказать, чем в предыдущие годы. Да. У нас как-то идет как по американским горам. У нас то мало, то... Все равно их мало, конечно. Это хотелось всегда больше. Но в этом году немножко больше. По-моему, где-то 6 мероприятий. У нас есть даже триллингвальные дебаты о языке. Мне кажется, это тоже такой интересный формат, где будет на русском, на латышском, на английском. Не знаю, как все это пройдет, но мне кажется, это безумно интересно. Именно когда люди жонглируют языком и друг друга понимают. Это, мне кажется, один из таких, тоже моих фаворитов, которым я хотел бы самой принять участие, послушать, посмотреть, как это пройдет. А если не секрет, вот не случалось так, что разные участники вашего фестиваля, они не очень могли ужиться, может быть, вот в рамках одного фестиваля. Но я имею в виду, чисто если фантазируя, вот у вас принимает традиционное участие Министерство обороны в этом году. Тоже, кстати, интересно, у них дискуссия, там что-то с Кремлем и с Путиным в очередной раз. Думаю, что если говорить о провокационности, то да, это привлечет внимание. Ну вот, и они вот, значит, детей там в танк, не катают, но показывают им грубо говоря, с таким милитаристским налетом все происходит. С другой стороны, очень большое такое либерально-пацифистическое тоже крыло представлено. Не бывает такого, что кто-то говорит, что вот не хотим мы рядом быть или какие-то условия выставляет. Бывало такое за эти годы? Нет, единственное, бывало, что мы хотим именно в таком-то месте такая-то палатка, не в этом углу, а в том углу. Но это ни в коем мере не о том, что мы не хотим с какой-то конкретной организацией вместе находиться. Мы вообще очень рады, что Ламба очень многогранная и многоголосная. У нас и Министр Министерство обороны, которые довольно-таки открытые, у них действительно всегда смелые темы, ну и очень такие пацифические, у нас даже будет дискуссия сейчас, в том числе на русском языке, нужно ли нам государство. Поэтому у нас параллельно идет Министерство обороны, потому что действительно Лампа, платформа для всех мнений, конечно, у нас действительно красная линия, и все, что, не знаю, какие хейт-спич, как, не знаю даже по-русски. Ну это язык ненависти, кажется, переводят. И речь вражды в разные серверы, да. Это, конечно, мы понимаем, что нет, все, что касается, ну вот это действительно наша красная линия, очень много мероприятий, в которые, мне кажется, вау, интересно, у нас будет дискуссия о синем цвете. И это действительно будет сейчас обсуждаться именно синий цвет, возможности, история, применения, я даже не знаю, это очень интересно, очень много эзотерики. Но вот просто случаи, которые именно не могли ужиться, были все-таки, ну не мы такие, мы уж пушистые. Ну расскажите. Вот был случай, это была, по-моему, дискуссия о гражданском обществе, если не ошибаюсь, там были приглашены гости из рубежа, из Польши, из Украины, по-моему, это уже из Латвии было. А, кажется, был там, я вспомню. и там был действительно гость из Польши, не выдержала, сказала все, что она думает, гость из Украины, сняла микрофон и просто выбежала из зала. Для нас это был первый, единственный случай, когда действительно люди не могут на сцене даже выслушать и договориться, и именно как-то сразу, абсолютно полярными точками зрения, это все-таки было. Поэтому мы все-таки с системой общением призываем, чтобы действительно даже если это полярное мнение, выслушать, понять, как-то, не знаю, вступить в диалог. Вот учитывая участников, которых вы назвали, можно догадаться, о чем шла речь. И вообще, я не связываю эти события, фестиваль запустился в 15-м году, это было не очень простое время, 14-й год был, мягко говоря, непростой для нашей страны, для соседних стран, вообще странное такое было время, время, когда люди как раз не разговаривали, а зачастую они не могли разговаривать, они кричали, и это в лучшем случае. Вот за эти годы вы какую-то эволюцию проследили, люди стали разговаривать более, не знаю, смысленно и спокойно, или менее активно, наоборот. Вы имеете в виду в обществе? Да, наверное, как общественный процесс. Опять же, у нас не было таких полярных кризисов. Да, у нас есть сейчас пандемия, но это не такая поляризующая тема. Ну, как сказать, на самом деле, потому что у нас есть одни, кто кричит, что мы все умрем, и другие, кто говорит, что это все фейк и задумка Белла Гейтса. Тоже. Ну, мне кажется, по моим ощущениям, война на Украине все-таки была таким водоразделом. Мы можем, конечно, сейчас задепортировать вирус, это приду, кто-то выдумал, или он есть, но оно не столько прогрессует, как действительно то, что произошло в 2014 году, когда людям было тяжело общаться, даже смотреть на друг друга, сколько, не знаю, семья распалось, или родственники, уже не говорят друг другу. По-моему, было довольно-таки страшно. И мы время в плане такого общения, когда мы даже отказывались услышать друг друга, и по тенденциям ставили лучше, я не могу ответить на этот вопрос. Я очень надеюсь, что действительно… Ну, как организатор главного фестиваля общения. Я бы сказал единственного, честно говоря. Это надо как-то… Да, но у нас, кстати, будет в Италии фестиваль общения, они вдохновились в фестивале общения «Лава», так что у нас будет второй фестиваль. Да вы даже в ассоциацию фестиваля демократии вступили, я вот почитал. Да, это, кстати, мы сами основали и все вместе, это наша была как бы одна из таких идей, давайте все мы объединим. Да, но закончите, вы начали говорить вот про все-таки тенденциям. вопрос на миллион, ставили лучше. Ну да, вы просто, я вас перебил. Я могу только выразить действительно надежу, что люди стали лучше общаться, а имеют, может быть, слышать друг друга, все-таки общество развивается, оно не стоит на месте, и может быть, действительно лампа послужила каким-то толчком именно к возможности, чтобы люди встречались и разговаривали с людьми другого мнения, потому что у нас у всех тенденция есть, во нам очень удобно и комфортно общаться среди своих. Вот если наш слушатель подумает, кто о своих друзьях, кто есть ваши друзья, эти люди очень довольны, такие или они говорят на одном языке, или вы разделяете от них те же ценности, или интересы, а лампа тоже призывает встречаться с людьми, общаться, которые мнения вы не разделяете, они говорят на другом языке, у них другой опыт, а не живут в другом. И как-то ты выходишь из зоны комфорта и таким образом ты раскрываешь собственный мир, расширяешь горизонт, лампа тоже об этом. И очень важно в этот момент, когда действительно ты общаешься с другим человеком, активно слушать, потому что у нас есть тенденция, что мы вроде слушаем, а на самом деле готовим свой ответ, свой нападок, вот я сейчас ему всё выскажу. И по сути человек закрывается, и он его не слышит, не слушает, а вот именно активно слушать и вникать, и может быть как-то постараться понять человека, почему он так говорит. А может он говорит, не знаю, у него какая-то жизненная ситуация была, у него был какой-то негативный опыт, если, к примеру, или почему у него такие ценности, почему он говорит, что вируса нет, или не верит. Ну, мне кажется, вот это вот то, что одна из таких ценностей фестивалей и, может быть, миссий, которые мы хотим поделиться. Ну, вообще забавно, что фестиваль «Лампа» был, как бы это сказать, навеян, наверное, вдохновлён опытом Швеции, где, если я не ошибаюсь, министр образования, ставший потом премьером, устраивал вот такие, это ещё не фестиваль был, а просто общение какое-то. И сейчас вот ассоциация, о которой вы говорите, в ней тоже там сплошь скандинавские страны северные, мы там, можно сказать, самая южная страна. И сейчас вы сказали, что Италия тоже вдохновилась. Просто скандинавы и вообще северные страны не то чтобы славятся своим желанием пообщаться, вот эта вот шутка уже избитая во время пандемии о том, что жители Латвии рады, не нужно больше соблюдать два метра, можно соблюдать, как раньше, десять метров. Ну, то есть о том, что мы не очень любим коммуницировать друг с другом. Вы об этом как-то думали, как так получилось вообще, что общаемся вот мы? Или это какая-то интеллигентность просто и осознанность? Почему именно мы на севере? Ну да. Ну то есть, казалось бы, да, южане, они же общаются, у них контакта намного больше. Они более тактильные и всё вот это вот. Я, наверное, всё-таки наконец-таки знаю ответ, на предыдущий не смогу ответить. Потому что фестивали в Скандинавии у нас, они, каждый уникальный, они немножко разные. И Скандинавия от нас, балтийцев, ну, эстонцев, литовцев, у них тоже свои фестивали. Отличается тем, что у них, они называют себя тоже как бы политическими фестивалями в том плане, что для них при создании фестиваля они как целью создавали встреча общества с политиками, с теми людьми, которые действительно стоят у власти, неважно, это президент, премьер или политика. И у скандинавов больше ярко выражены не какие-то политические хирархии, а именно более такое горизонтальное, может быть, скажем так, принятие решения именно на местном уровне, на более высшем государственном уровне. Поэтому, может им действительно в Швеции этот Улов Палмы встал на свой, по-моему, пикап и в 60-х, по-моему, Да, или 50-х, или 60-х. В общем, в среднем 20-го эфира. Да, это было давно, и он уже в этом начал. Мне кажется, именно почему скандинавиум, действительно, это было сначала как политические фестивали, которые задумывались действительно на общение среди населения, политиков, а потом все это переросло все больше и больше было тем, и общение не только на политику, но и на самом, на самом житейском, на шусином, и прям в частности профессионально. Может быть, в Италии, я надеюсь, будут тоже не только один, и много фестивалей общения, потому что именно в Италии общение, в других странах, как и в Эстонии, это фестиваль мнений, в Литве это фестиваль дискуссий, а во всех остальных скандинавиях у них название просто как неделя Алмы Даллан или Арендау, город в Норвегии, это неделя Арендау, у них все в течение недели. Для них это уже обычное дело, наверное, в большей степени. Ну, не скажи, потому что, по-моему, у Норвегов где-то плюс-минус 10 лет проводится, это только шведы такие, но столько истории где-то 50 лет, немного больше. Да, и, по-моему, датчане тоже где-то в 2011 году организовались на острове Борхов. Ну что ж, спасибо большое. Фестиваль Лампа пройдет со 2 по 5 сентября в этом году в разных форматах, в онлайне, в офлайне, призываем всех следить. Следить можно через сайт festivalslampa.lv. через Facebook, разные социальные сети, я думаю, что мы тоже будем об этом рассказывать. Спасибо большое, Ирина Кузнецова, организатор фестиваля Лампы, была у нас сегодня в Утре. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова